Привет, с вами я, Эдскрабер. Всем позитива, добра и хорошего настроения. Погнали! Сегодня обзор линейки компании Samsung. Вначале немного поговорим о самой компании Samsung Group. Это южнокорейская группа компаний, одна из крупнейших компаний, основана в 1938 году, ребята. На мировом рынке известно как производитель высокотехнологичных компонентов, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио-видеоустройства и так далее. Офис компании расположен в Сувоне. Слово Samsung по-корейски более правильное произношение, ну или же транскрипция Samsung. Samsung, вот как-то так, представляете, Samsung на корейском языке означает три звезды. Если коротко, они производят все на свете просто. Телефоны, телевизоры, все-все-все, стиральные машинки даже. И, кстати, если вы хотите посмотреть реально на офис корейской компании, в Корею у нас из России, друзья, безвизовый режим. Южную Корею, не перепутайтесь, с северной. Итак, погнали к обзору линеек. Первая линейка называется J. Сюда входят телефоны J2, J3, J5, J5 Prime, J7, J7 Neo. Обратите внимание на бюджетную линейку, она по дизайну очень оригинальная, и мало кто на рынке представляет нам интересный дизайн за такие деньги. Он красивый, узнаваемый и оригинальный. То есть Samsung предлагает нам, и Samsung удалось сделать такой дизайн, который узнают все, но и приятно на него смотреть. Отлично. Один из моментов, телефоны некоторые не отличаются дизайном. То есть там, допустим, J7, J7 и J5, они по сути одинакового дизайна. Далее, средняя бюджетная линейка под названием A. Здесь аппараты A3, A5, A7, A8 и A8+. Отличаются все эти телефоны диагональными дисплеями. Чем дальше, тем больше диагональ дисплея. Дизайн A3 и A5 вообще тоже не отличаются друг от друга. То есть, по сути, это два одинаковых телефона с разной диагональю дисплея. А вот A8, это телефон, по мне, так иного уровня. Это, по сути, уже ближе что-то к премиальному телефону. И об этом говорит как его дизайн, так и двойная селфи-камера. То есть, это, по сути, такой хорошенький селфи-фон. Да, можно сказать, что средняя линейка дорогая. Ну, да, это так, она дорогая. Но давайте взглянем на возможности этой линейки. Итак, Amoled-экран. Раз, NFC во всех телефонов. Два, защита от воды. Три, поддержка Quick Charge. Четыре, начиная с модели A5. Далее, USB-C, Always-On Display. И, знаете, все это очень недурно для середняков. И давайте не будем лукавить. То есть, лучшие китайские телефоны или же флагманы не представляют нам этих характеристик в своих телефонах. А A8 и A8 Plus, они вмещают в себя еще две симки одновременно и SD-шку одновременно. Ну, это вообще крутяк. Следующая линейка это S. Самая известная. Здесь следующие телефоны S7, S7 Edge, S8, S8 Plus и новинка S9 и S9 Plus. Ну, то есть, S Edge и E Plus, это говорит о том, что эти телефоны просто больше по диагонали дисплея. S8, это прошлогодний флагман. В России он поставляется на Exynense 88-95, а вот для США и Китая на 835-м Snap'е. И это, конечно, хорошо. Поэтому, если вы зацепите именно китайскую версию США, то это вообще будет отлично. Почему нам досталось на Exynense, ну, пока непонятно. S9. Новинка на Exynense 98-10. Из отличия от предыдущей модели, это, конечно же, камера с очень большой светосилой 1.5. На что она способна? Ну, наверное, способна на очень многое. Также у них есть свои эмоджи появились. Съемка в супер-слоу-мо. В общем, это телефон, фотоаппарат и камера одновременно от самого высокого уровня. Еще сканер отпечатков пальцев перекочевал на более удобное место. И последняя линейка Note. Это действительно что-то очень интересное, инновационное. Телефоны Note 5, Note 7, Note 8. И на рынке сейчас в большинстве случаев доступен Note 8. Великолепный стилус, который максимально расширил возможности телефона. И это единственный адекватный конкурент iPhone. Конкурент в плане инновации. Ну, и, конечно же, у него тоже очень хорошая камера. Перейдем к вопросу, что же выбрать. На мой скромный взгляд, есть очень достойный телефон. Это J7. Ну, или, можно сказать, J7. Первое. Это свежий и узнаваемый дизайн. Потом процессор на Exynos 7870. Я его тестировал. И, знаете, он работает на уровне 625-го снапа. Потом в этом телефоне можно одновременно установить две сим-карты и microSD. Да, вам не послышалось. Одновременно. За это, даже, знаете, как-то доплатить не стыдно. Xiaomi и Meizu пока что ничего в этом плане активно не предпринимают. Кроме, там, одной или двух моделей. А здесь Samsung думает о нас. И это очень приятно. Если нужно NFC, то в линейке A и во всех аппаратах есть NFC. Ну, и лучший телефон, по моему мнению, это Note 8 на Exynos 7895. Построенным на 10-нанометровом техпроцессе. Что на нем доступно? Функция анимированные сообщения позволяет делиться анимированными текстами и рисунками с друзьями. Используя различные платформы, которые поддерживают анимационные GIF-сообщения. Ну, то есть, так называемые GIF-ки. И, знаете, вот Samsung, они что делают? Они заставляют нас, ну, или не заставляют, они поощряют нас создавать какое-то искусство. Да, то есть, те же самые GIF-ки. Мы их создаем самостоятельно. Рисуем, отправляем, человек получает видеть. Своего рода такое мини-творчество. И это классно. Там есть экранный блокнот. S Pen также позволяет переводить с помощью этого стилуса. Причем не только отдельные слова, но и целые фразы и предложения на 71-м языке. И конвертировать иностранные валюты в единицы измерения, ну и так далее. Очень много всяких различных инновационных штук, вещей. И, если честно, друзья, то для меня это телефон мечты. Я хочу себе Samsung Note 8. Может быть, когда-нибудь моя мечта исполнится? Пиши в комментариях, какая твоя мечта, твой телефон мечты. Какой бы ты хотел получить сейчас, на данный момент. Также, друзья, пишите, какие линейки еще нужно рассмотреть. Я так понял, что вам хочется рассмотреть линейку компании LG. Если да, то ставьте обязательно лайки и обязательно сделаем этот обзор. С вами был я, Эдскрайбер. Всем позитива, добра, подписывайтесь на этот канал. Также большое спасибо вам за то, что вы делаете репосты этого видео. И если вы хотите отблагодарить, то, пожалуйста, подпишитесь и нажмите на лайк. Если вы не хотите пропустить обзор новой линейки, то обязательно нажмите на колокольчик. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok